Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Покажи характер. Юбилейный забег для экстремалов прошел в Тобольске. Один серый, другой белый. Школьница из Тобольского района занялась разведением гусей. Короткий метр. Тобольских подростков научат снимать кино. Кино от подростков. В Тобольске будет реализован обучающий проект Короткий метр. Юных табаляков научат делать короткометражные фильмы. А в школах и детских садах города уже показывают кино о нравственных ценностях. Поговорим о проекте с Екатериной Ишимцевой, наставником видеостудии Екатерина, Центром молодежных инициатив города Тобольска. А пока топ-5 событий этой недели. В Тобольске прошел первый всероссийский конкурс «Фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле». Для показа в лабиринте моды табалячка Ольга Руш объединила 9 дизайнеров из 7 городов России. Подиум разместили на территории гостиного двора. Табаляки по достоинству оценили представленные модели, некоторые из них приметили для своего гардероба. Организаторы фестиваля представили уже полюбившуюся коллекцию с символикой Тобольска «Ключ к Сибири». Всероссийский мультиспортивный проект «Стальной характер» уже в десятый раз прошел в Тобольске. Более тысячи человек из 44 городов приняли участие в экстремальном забеге с полосой препятствий. Четыре дистанции – 3, 5, 7 и 10 километров. Участники сами выбирают длину маршрута в зависимости от своей подготовки. Каждый, кто смог проявить свой стальной характер, получил медаль за смелость. 101-й элемент. Эскиз спектакля с таким названием представили тобольской публике в финале фестиваля «Театр наций Фест». Это результат работы творческой лаборатории. Постановка посвящена 190-летию уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева. Неожиданная форма, гротескные до буфонады представления, проводящие параллели между периодами знаменитой таблицы и вехами жизни. Любопытный эскиз может вырасти до полноценного спектакля и войти в репертуар театра. В Тобольском районе начала разводить гусей победительница конкурса «Бизнес. Идеи. Сельский школьный стартап» Виктория Голоденкова. В селе Верхние Ремзианы школьница создала мини-ферму. На полученные 100 тысяч рублей купили инкубатор для выпаривания гусят из яиц и уже подросших птенцов. И теперь в личном хозяйстве Голоденковых 11 гусят породы линда и 10 серых. Виктория планирует организовать поставку потребителям гусиного мяса и жира, а также продавать гусят на местных рынках. В Тобольске стартовала первая смена палаточного лагеря «Авангард». Второй год ребята, которые занимаются в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе, могут провести каникулы с пользой и недалеко от дома. В полевых условиях проверяется все, что изучено за год – огневая, строевая, тактическая, инженерная подготовка. В первой смене 60 человек от 14 до 17 лет. В течение летних каникул лагерь с круглосуточным пребыванием «Авангард» примет больше 250 ребят. И теперь главной темой выпуска. Наш гость сегодня Екатерина Ишинцова, наставник видеостудии «Екатерина» Центра молодежных инициатив города Тобольска. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Катя, ну самый, наверное, интересный такой вопрос для всех. Тебе всего 16 лет, ну в контексте наставника, да, всего 16, но ты уже вот наставник видеостудии. Как так вышло? Это как личное было семейное хобби. А потом, когда мы решили, у нас была все время мечта обучать детей, мы такие думаем, мы пойдем в какой-нибудь центр, где можно обучать ребят. Ну, конечно, безвозмездно, потому что мы хотели очень развивать кино у нас в Тобольске, чтобы именно подростки его делали. И когда мы смотрели, куда пойти, там, в Кванториум или в Центр молодежных инициатив, мы выбрали Центр молодежных инициатив, потому что там очень много различных кружков, много разных ребят. Творческих. Да, они активные, и все время много разных мероприятий, там своя атмосфера, нам очень понравилось, и мы решили там преподавать. Ну, конечно, до этого был большой труд, создание фильмов, мы вместе с папой это делали, создавали, еще нужно было добиться того, чтобы аудитория появилась. Напомню, сколько фильмов, Катя, у вас, вот в вашем багаже? Вообще, во-первых, кто их считал, наверное, ну, уже, раньше мы говорили все время 70, но сейчас уже столько работ и репортажек. У нас сейчас выпуск «Кинолеты без движения первых», сейчас еще будем продолжать рубрику «Люди нашего города», и, то есть, ну, уже к 100 приближается количество. Катя, ну, вот ты еще и получила грант, как руководитель, ну, как наставник видеостудии на обучающий проект и кинофестиваль «Короткий метр», то есть сразу такой достаточно глобальный проект. Вот как вообще возникла идея? Почему именно вот такое? Это вообще очень интересно, тут есть предыстория. Мы в прошлом году ездили на фестиваль, кинофестиваль «Зеркало будущего» для подростков и для всей молодежи, и я очень вдохновилась этим фестивалем, и я понимаю, что я хочу что-то похожее сделать. А именно его суть, его главная идея была в том, что ребята у себя в городах создают фильмы, присылают на конкурс, они проходят отбор и далее уже обучаются по специальной программе в Москве. Ну, город иногда меняется, сейчас в Горно-Алтайске будет фестиваль, и вот по протяжении обучающей программы они создают фильмы уже, чтобы именно спикеры и кураторы, и сами организаторы увидели, что ребята реально могут сделать такие фильмы за короткое время. Вот, и у меня пришла эта мысль, что я хочу то же самое сделать в Тобольске. Я загорелась, я просто полгода, я говорю, папе, надо написать грант, надо сделать. А это все казалось таким незнакомым. Сложно. Да, я думала, ну я получу все-таки на свой проект. Я думала, что он будет три недели, но думаю, так как проект средств недостаточно будет на большой, и как бы по времени ребятам тяжело будет летом обучаться, мы решили сделать на одну неделю. И в общем, в чем суть концепции короткого метра? Да, что за проект, что там будет? Ребята, то есть концепция отличается, что ребята приходят уже на обучение, то есть без готовых работ, без опыта, обучаются на протяжении недели. Также на мастер-классы, на все занятия, на которые ходят ребята, они создают свои команды, и также можно приходить отдельно по регистрации. То есть этот проект очень будет много охватов, потому что может человек на один мастер-класс прийти, потом не ходить дальше. А те, кто реально хочет создать фильм, их и дальше сделают. Сколько человек ты вот желаешь охватить? Охватить, но у нас два блока. Уже первый блок прошел этого проекта, это кинопоказы по школам города, это пять школ мы охватили, и еще мастер-классы по анимации проводила. И параллельно также в этом блоке был проект киноуроки России, это показы фильмов о нравственных ценностях. Вот, и то есть уже охват там составил около 300 человек уже. Вот, и на мастер-классах по анимации было уже три группы от разных школ. Еще завтра я поеду в детский садик проводить кинопоказ тоже. То есть этот проект и его особенность в том, что даже маленькие ребята могут познакомиться с кино, он направлен не только на обучение, но он и направлен на просвещение. И после обучения за два дня они создают короткометражные фильмы. Конечно, мы им помогаем в плане аппаратуры, это тоже огромный плюс, что им не надо там где-то искать штативы. То есть им будет все предоставлено, будет им помощь. То есть и у нас еще одна фишка, что можно и на телефон, и на камеру. Вот, и мы обучаем, как снимать на телефон и на камеру. Кто участники, получается, где ты их берешь, какой возраст? Сейчас, мне кажется, они снимают уже вот с самого такого. Участники, как я и говорила, мы детские садики тоже берем, что это с 6 и до 35 лет. Ну вот на обучение именно. На обучение именно все-таки постарше берем с 14 до 25, но есть еще и исключение с 12, потому что и с 12 многие есть, кто снимает, поэтому мы берем с 12, то есть с 12 до 35. Как вот вы вот их искали, ребят? Как мы уже искали? Уже есть, мы сделали регистрацию, у нас регистрация идет на первый мастер-класс по актерскому мастерству и на открытие проекта. И уже набралось около 20 человек, и к тому же еще будут кураторы, это активисты нашего города Тобольска и молодежного парламента. Кто спикеры? Ну одного я знаю, сейчас мы всем расскажем. Да, так, получается, как я говорила, что у нас будет мобильная съемка и съемка на камеру, это все будет в один блок операторское мастерство, то есть у нас всего будет по 3-2 занятия в день и сбор участников, они будут онлайн и оффлайн. Вот, и спикеры первые, это получается по операторскому мастерству Олега Шинцев, мой папа, руководитель видеостудии, он специализируется на этом очень хорошо, то есть его занятия будут чаще всех, потому что на это будет главное уход. Да, и также будет много занятий от Натальи Никитиной, это преподаватель училища искусства и культуры, она будет преподавать стонарное мастерство. И также будет, я уже говорила, мастер-класс по актерскому мастерству, это один, но вообще очень много желающих обучиться именно актерскому мастерству, решили вот именно сделать такой мастер-класс, большой будет практикум, и также она им поможет с речью и с дикцией, это Леона Токарева. Да, ведущая мастер сцены. Да, и Анастасия Терехова, мастер-класс по журналистике будет, целых два у нас мастер-класса. Вот будут короткометражки, ребята сделают, сколько получается короткометражек на выходе, и как потом их где-то, планируешь ли ты их показать куда-то тоже, вот где-то в школах, детских садах? В общем, я же как бы, как и озвучила, что это обучающий проект и кинофестиваль, потому что этот проект на протяжении года будет продолжаться уже как кинофестиваль, это будут эти фильмы показываться в школах города, уже в нашей видеостудии, и это будут как работы масштабной видеостудии, потому что видеостудия Екатерина, это не про одного человека, а про весь город, это про народное творчество, что это будут работы ребят, то есть авторские права также все будут сохранены. Фильмов мы вначале думали, что у нас будет всего пять команд по три человека, но мы понимаем, что людей больше будет, поэтому от пяти до пятнадцати фильмов. Чем больше, тем лучше. А тематика вот получается, они снимают что-то про Тобольск, что-то местное, или вот, собственно, неограниченные они вообще? У нас все равно есть заданные темы, главные темы, это год семьи, семейные фильмы, это и касается не то, что только про семью, а именно для семейного просмотра, то есть доброе кино, хорошее кино, которое как раз-таки используется для кинопедагогики, про Менделеева, это называется тема «С другого ракурса», Дмитрий Иванович Менделеев. Здравствуйте, Дмитрий Иванович, посмотрим на вас по-другому, класс. Творческие эксперименты, это вот все, что они захотят, но также мы все равно задаем, это стили немого кино, комедии, юмористические зарисовки и социальное кино. И также значимые люди нашего города, вот я, как и говорила, то есть у нас будет три направления, это репортаж, документальное кино и игровое кино. Спасибо тебе за разговор, будем ждать хорошего, доброго кино от наших подростков. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях была Екатерина Ишинцова, наставник видеостудии Екатерина, Центр молодежных инициатив города Топольска. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok